Россия очень любит бороться за свободу слова вне пределов России. С моей точки зрения, неплохо было бы хотя бы иногда думать не только о свободе Африки и о проблемах американского империализма, но и о свободе слова, прослушке тому подобных вещах внутри своей страны. У нас человек, подобный Сноудену, это предатель России, агент Госдепа или просто Демшизай городской сумасшедший. Так относятся к таким деятелям внутри страны. За пределами России это борец за свободу и вообще святой человек. Ну это обычное двуличие, обычные двойные масштабы, двойная мораль, которая применяется многими странами. Я не сторонник двойной морали. С моей точки зрения, свобода слова нужна везде. В нашей стране ничуть не больше и не меньше, чем в любой другой. А такие деятели, как Сноуден или Ассанж, про каждого из них отдельно госудить не берусь, там есть все. Бывают идеалисты, бывают сумасшедшие, бывают нанятые шпионы, которые изображают сумасшедших или изображают идеалистов. Бывают просто люди с больной самооценкой, которые стремятся к популярности любой ценой и вылезают по любому поводу. Такие люди есть, были и будут всегда. Что касается того, что мы все под колпаком, ну очевидно, что в современном мире все прозрачно. Ведь вопрос в цене хакеров. Взломать можно любой сайт и прочесть про любого человека можно все, что угодно. Несколько лет назад в Москве продавали базу данных ГАИ, продавали базу данных по квартирам. Глядишь, завтра будут продавать базу данных медицинскую. В советское время все говорили, что КГБ за всеми следит. Ну просто надо привыкнуть к тому, что ты живешь в абсолютно открытом мире. Если есть что скрывать, переживай. Если нечего скрывать, не переживай. Вот и все.